Денис Передонов Галина Борисовна Пенигина За синеву небес Когда прозрачен лес И воздух еще свеж Но щебетание птиц Нам говорит о том Что зимушка-зима уже прошла тайком Что снова скоро будет лето И души наши Вновь теплом будут согрета Я стану травы собирать Сушить их, впрок заготовлять Ну а зимой всем помогать Приди весна в мои края Чтоб зацвела Якутия моя Но чтобы зацвести Надо пробудиться от зимы Всем веточкам Всем почечкам Всем деревам И солнышко поможет в этом вам Браво, браво Это стихотворение вашего Да, это я сочинила его Ну очень красивое, замечательное Мы надеемся, что весна красна его услышит И действительно уже переступит Тут самый порог Да, ну вы как всегда Не с пустыми руками С наглядным пособием Для наших зрителей Ну а для радиослушателей Которые будут слушать нас Посредством радиоволн Мы, наверное, с вами просто вкусно Расскажем Итак, сегодня мы будем говорить О полезных свойствах Домашних растений Да Ну В предыдущих эфирах Я всегда говорила Что травы Все лечебные травы Делятся На природные Огородные И домашние цветы Домашние лечебные цветы Вот сегодня мы как раз О них и поговорим О домашних лечебных цветах Они тоже делятся на три группы Вот первая группа Это оберегающий дом И лечебный То есть они оберегают дом И лечат Вторая группа Они приносят в дом счастье Защищают семью Семью, да И тоже лечат А третья группа Просто лечат Три группы Домашних растений Ну Чтобы Они нас радовали И лечили Мы должны, конечно Их Любить Разговаривать с ними Ухаживать за ними Поливать Подкармливать Итак Три полезные группы цветов Да Оберегающие Все Цветы домашние Я уже сказала Имеют несколько функций Они радуют глаз Они украшают дом Они приносят нам радость Когда цветут особенно Но чтобы зацвели они Мы должны за ними Хорошо ухаживать С ними беседовать О них заботиться Вот И значит Мы сначала будем говорить О первой группе То есть Первая группа цветов Это Обереги Наши обереги Они оберегают наш дом От плохих людей От плохой энергетики И ставят их всегда На окно Которое в прихожей Где приходят люди Это герань Это колонхоя И алоя Вот три вида цветков Теперь поговорим О каждой Аккуратненько Кратненько вернее Ну возьмем алоя Это столетник Почему он так называется? Потому что он живет сто лет Завезено оно к нам Из Южной Африки Имеет очень много Лечебных Полезных свойств Ну В первую очередь У него свойства Противоспалительные Вы знаете Можно насморк лечить Можно горлышко Полоскать Или закапывать в носик Когда вот Насморк Можно Раны заживлять Если вы допустим Поранились Вот такие свойства Раны заживляющие У него имеются Но Чтобы допустим Если мы делаем Какие-то препараты По Или снадобья По другому Как я их называю По рецептам То прежде всего Надо положить Эти листья Алоэ Сколько допустим По рецепту надо В холодильник Чтобы прошла Регенерация То есть Усиление Свойств лечебных И когда допустим Ну на определенный срок Положили Выдержали этот срок Потом уже делаем Снадобья Но есть Противопоказания Женщинам беременным Нельзя Значит Препарат из алоэ Применять Онкологическим Больным Вот Несколько Значит Противопоказаний А так Очень лечебное Вы знаете Это Алоэ Улучшает Аппетит Имеет Желчегонные Еще свойства Кроме Противовоспалительных И ранозаживляющих И конечно Мы все его любим И оно В первую очередь Я уже сказала Охраняет Наш дом Второе растение Это колонхоя Тоже охраняет дом Но оно имеет Тоже много Свойств лечебных Во-первых Оно Заживляет Раны Оно убирает Любую Любую Допустим Вы поранили Даже гвоздем Грязным гвоздем Ногу поранили Да Инфекция попала В ногу Если вы Сделали Из колонхоя Масло То оно Поможет Сразу же Остановить Кровь И снять Эту инфекцию И рана Моментально Заживляет Это все Проверено Вот Дальше Колонхоя Также имеет Противовоспалительные Свойства И насморк И горло Лечит Вот кровь Я уже сказала Останавливает Заживляет Раны Дальше Удаляет Пятна Вот бывает На лице Пятна у людей Удаляет Вот эти пятна Надо листиком Прямо По этому пятну Несколько раз Тереть Ну не за раз Уйдет конечно Это пятно Несколько дней Можно подряд Удаляет пятна Дальше Им лечат Так это на лице На лице бывает А на одежде Вот заляпну Нет Нет На лице На лице Колонхоя Вот про колонхоя Еще надо сказать Что Есть колонхоя Перистая И есть деграмона Но лечебным Считается Больше Перистая Вот которая Без Вот таких вот Да Без отросточков На листьях А вот это как раз Перистая Оно Значит у нас Лечебное Я уже начала Говорить Что оно лечит Варикозное Расширение вен Делается настойка И снизу вверх Уже очень многие люди Лечили Вот этим Вот этой настойкой От варикозного Расширения вен И вниз Снизу вверх Снизу вверх Поднимаясь Надо натирать ноги Чтобы вены ушли Ну я уже сказала Что значит Тоже рано заживляющее И противовоспалительное Дальше мы должны Про третье растение Сказать Из категории Оберегающих Да Из категории Оберегающих Это герань Герань ценится Больше Красная Красная герань Она тоже Очень лечебная Она также Останавливает Любые кровотечения Останавливает Она лечит Воспалительные процессы Вот допустим Вы возьмете Возьмем Отит у нас Получился Ухо заболело Да Говорит врач Отит Нужно Смять Вот этот вот Листик У вас как раз С собой герань Да Вот я как раз Ее захватил И вставить в ушко Ну потоньше Ее смять И вставить в ушко И полежать Вы понимаете Отит Быстро проходит Вот такая у нас У нее сила Противоспалительная Герань И кровь я уже сказала Останавливает Дальше значит Если допустим У человека Аллергия На что-то Да То нужно Принимать Отвар листьев Ну тоже Специально По рецепту Его Их надо Вернее принимать Вторая у нас Группа Счастья Да Вот Счастья Счастья Значит они Охраняют Эти растения Это Мирт Хлорофитум Фикус И живое дерево Это вот как раз На пособиях Написано Да Все их полезные Свойства Да Вот Значит Фикус Пожалуйста Я покажу У меня не все здесь Они рисуночки Вот фикус Вот начнем с него Говорят Где фикус лелеют Там дети не болеют Потому что Оно охраняет Дом Охраняет Семью Счастье Приносит Семье И видите Охраняет Очень детей Чтобы дети В этом доме Не болели Но Есть условия Фикус Нужно ставить Только В комнатах Где никто не спит То есть Ни в детской спальне Ни во взрослой Почему Да потому что Фикус Ночью Забирает Много кислорода Вы понимаете Значит его нужно Ну в залах Зал такой есть Допустим Какая-то комната Проходная Можно только там В спальных нельзя Понятно да Я говорю Оберегает С одной стороны Но все таки Кислород забирает Да Ну кроме этого Фикус Он же еще и Противовоспалительный В блокаду Ленинграда Лечились от воспаления Таблеток вы знаете Не было в блокаду Лекарств не было Что делали люди Отрывали листья Ну побольше старались И на спинку прикладывали Желательно Было смазать медом Но медом тоже было Трудно достать в блокаду Поэтому Могли просто Лис приложить к спине Замотать платком Чем-то теплым И так ходить До излечения Несколько дней Вот так вот Можно менять эти листья Но чтобы Выделился как бы сок из них Они же плотные Такие блестящие Эти листья Можно чуть-чуть Его порезать ножом Понимаете Чтоб сок пошел И тогда приложить Его на спинку Вот Переломы лечит Ушибы лечит Простуду лечит Очень много у него Тоже Посмотрите Сколько свойств разных Вот Это значит у нас Следующее растение Хлорофитум Это тоже у нас Приносит Счастье в дом И вот я посмотрите Принесла Вот у них такие У хлорофитумов Есть такие паучки Хлорофитум У меня тоже рисунка нету Вот такие у них Спускаются В горшках Мы много раз видели Да-да-да В учреждениях В детских садах Листья длинные Потом значит идет Такой длинный стебелек Вот я специально Отломила И вот такой паучок Счастье Он приносит Точно счастье В дом То есть Значит счастье Кроме этого Хлорофитум Его обязательно Надо в кухне ставить Он уничтожает Вот эти все Вредные запахи Все выделения Которые Ну Получаются При варке Да В кухне же мы варим Готовим пищу И вот он Это все уничтожает Хлорофитум Поэтому его Надо ставить На окне В кухне Но кроме этого Он счастье приносит Я уже сказала Паучок счастье Вот как бывает Да на самом деле Да Работаешь Женишься Влюбляешься Детей рожаешь Все счастье Ищешь Оказывается Всего лишь Нужно было Хлорофитум Его называют Зеленая лиана Растение паук Паучок Вот Очищает Я уже сказала Даже обновляет В квартире воздух Он уничтожает Вот это все плохое Как бы поглощает Поэтому воздух А обновляется В квартире Вот Как любой хороший паучок Он приносит Значит Нам счастье Теперь Живое дерево Но все про него знают Это толстянка Его еще называют По-другому Красула Ее называют И в народе Говорят про него Что Если оно пышное Значит В доме много денег А если Начинает Листики Тебе Подать Говорят Что-то Будет С деньгами Денег Будет Меньше Но Как Дерево Вернее Как дерево Ну раз оно Живое дерево Как дерево Счастье Оно тоже Приносит Покой в дом Счастье В дом Оберегает Семьи От всего Вот Четыре растения Которые Нас Оберегает Наше счастье В доме Нашу семью Наших Детей Вот это Надо обязательно знать Кроме этого Оно заживляет Раны Порезы Имеет Также Не только Заживляющие Но и Противовоспалительные Средства Также можем Насморк лечить Горлышко Полечить То есть Любой Противовоспалительный Процесс Когда появляется В организме Мы можем Этим Полечить Этим живым Деревом Вот Ну и Что касается Третьей группы Наверное Там самые матерые И четвертая Уже четвертая Нет Четвертое дерево Второй группы Это вторая Это все Это все у нас Мирт Растения Счастья Да мы назвали Это вторая группа Это мирт Растения Счастья Тоже Так же как Клорофитум Денежное дерево Еще его называют Священное дерево Оно Издавна Людям известно О нем Много сложены Легенд Оно так же Не только Вот счастье В дом приносит Как я уже сейчас Говорила Эти все растения Оберегает Дом Оберегает Семью Детей оберегает Но еще так же И лечит Можно горлышко Полоскать Эти листики У него листики Знаете Похожи на бруснику На брусничные листья Такие же блестящие Такие же по форме Вот Рисунка тоже нет Это очень трудно Его нарисовать У него много 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 Степельков И вот этих листьев Очень много Весьма распространенное Домашнее растение Да Домашнее Да Уничтожает Болезнетворные Все бактерии В доме Наполовину Вот есть Болезнетворные А вторая половина Ну вторая остается Но вторую Будет уничтожать У нас кто Хлорофит Кухню он уничтожает А в зале Мы мир ставим Он уничтожает Здесь половину Понимаете Как Имеет так же Тонизирующие Стимулирующие Свойства Противоспалительные Антибактериальные Свойства Общеукрепляющие Все воспалительные Процессы Лечит И вот Мне оно так нравится Оно во первых Очень красивое На вид И вот посмотрите Сколько имеет Полезных свойств Ну и третья группа У нас Это Растения Которые Лечат Вот начнем С индийского Лука Да Вот я как раз Принесла Его Настойку Настойка Да Индийский лук Он Очень хорошо Снимает Его еще Называет Домашний доктор Ну а почему Он называется Индийский лук Завезен с Индии Ну нет Не объясняется Не объясняется Что он с Индии Завезен Вот пожалуйста Индийский лук У него Лечебные Луковица Лечебно Вот эти листья Да Цветет он Периодически Он очень хорошо Снимает боль Вот настойку Допустим Взяли настойкой Помазали Где болит И при радикулите И при остеохондрозе Заболела шея Что-то с рукой Его делать Значит я уже сказала Настойки То есть помимо То есть помимо того Что его можно Прикладывать Можно пить Да можно прямо Вот этим листиком Можно пить Вот попробуйте Может быть как раз таки Теории на практику Да на практику Посмотрите Но вот вы говорите Если прикладывать Куда-то что там Сжечь будет А если это все Перорально принимать Да Если у вас Смотрите Вот вы простыли Или подцепили Микробу Орзе Да Чувствуете Вы заболеваете И вот прямо Берете настойку Это если у вас Она готовая стоит Вы берете Прямо ее пьете Даже без воды В моем случае Для профилактики Да Чуть-чуть ее пьете У вас и горлышко Полечится И вот эта Болезнетворная Микроба Сразу уйдет Вот И Орзе Вас покинет Можно Если голова Заболела Можно потереть Височки Понимаете Тоже проходит Височки потерли Головная боль прошла И вам стало легче Вот с него делают Что согласно вкусу В общем-то Не скажу Что похоже на лук Да Нет Нет У него Такое специфическое Лекарственное Лекарственное Да У него сразу Лекарственное На такой лук Не похоже Его называют еще Индейский лук От семи недуг Вот он Смотрите Сколько лечит Так Насколько я стал здоров И радикулит И укусы собак и кошек Заживляет раны Отложение солей Ушибы Вот какая сила В этом растении Оздоровился наперед я Нет Оздоровился Конечно Я думаю Что-то другое Сказали Мне показалось Да Вот Значит Индийский лук С него можно делать Вот я сейчас вам Назову А как лук Салат Крошить Нет Салат Салат Его никак Нельзя Сильнее Конечно У него Луковица Она имеет Сильнейшие Свойства Но так как Ее жалко Растение портить Люди Реже прибегают К использованию Луковиц Но вот если Уже сильные боли Человека Донимают Да Тогда нужно Не пожалеть Луковицу С луковиц Делают Байкал Инфо Такой препарат Вот смотрите Я вам прочитаю Способ приготовления Нужно мелко Порезать эту луковицу Ну во первых Извлечь ее Из земли Убрать вот эти Листья зеленые Они могут пригодиться На другую настойку Листья зеленые Да Ну чтобы они Долго допустим Вы их не используете Для натирания Правильно Они же пропадут Вы сделаете с ними настойку А из луковицы Сделайте Вот Байкал Инфо Значит эту луковицу Мелко измельчают И заливают маслом Вот сразу же Залить подсолнечным маслом Несколько минут До 10 минут Настояли И сразу же Используйте Вы понимаете Лекарство готово И втирать уже В больные места Вот если сильная Спина болит Остехондроз Что-то мучает Что-то другое Заболело Пожалуйста Но надо заметить Что обязательно При каждом использовании Нужно делать Вот это новый препарат Понимаете Как он называется Байкал Инфо Звучит как Иркутская газета Когда прочитала Думаю Ну надо же Какое интересное название И вот Сегодня вы полечились этим Ну поэтому Надо делать чуть-чуть Его да От луковицы отреза И все сразу Не надо ее Измельчать Маленькую луковицу Вот у него Знаете Как он хорошо Размножается Вот я сейчас скажу Прежде чем Договорим Про Байкал Инфо Значит Эти маленькие Падают В землю Начинают прорастать Появляются Маленькие 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 Вот отросточки С луковичками Вот ее можно использовать Чтобы большую Не выдирать луковицу Да Из которого Уже большое растение Сформировалось Вот эти маленькие То есть они вам На каждый день Если человек болеет И это боль Ее надо снимать И снимать И снимать То можно вот эту Маленькую луковичку Потереть Залить маслом Десять минут Настояли И пожалуйста Натирать Больное Вот это место На следующий раз Уже опять Новую луковичку Понимаете как Вот Какие растения Есть еще Даже смотрите За одну неделю Можно излечить От тяжелой болезни Вот этим Байкалом Инфо Замечательно Я допустим Им пользуюсь Когда вот эти Орзе Чувствую Прямо Заболеваю Попала Мне микроба Я быстренько Его выпила У меня бутылка Всегда с ним Стоит на стойке Или голова Заболела На фисочки Потерла Все Уже легче стало Так Еще у нас Значит Какое растение Только лечить Да Это у нас Золотой уз Золотой уз Его называют Здесь у меня По-моему Да Есть Я сейчас вам покажу Вот золотой уз Его еще называют Кукурузка Посмотрите Как похож на Молодую кукурузку Да У него значит Ствол Вот такие Листья И еще У него есть Такие усы Поэтому Называют его Золотой уз Кукурузка Калисия Душистая Его называют Живой волос Называют Очень много Разных названий Но он тоже Очень лечебный Очень лечебный Вот посмотрите Что он делает Он во-первых Ну лечит это В первую очередь Во-вторых Он очищает организм Вот пожалуйста Вот такой листик берем Помыли его Хорошо В кипяченой воде Мелко-мелко Руками Прямо покрошили В банку В литровую И залили кипятком Чтобы именно Литр был Вот на 20 сантиметров 15 на листочек Был именно Литр кипятка Поставили прямо На стол Настаивается До вечера И вот этим Отваром Вы можете Почистить Свой организм Пить пожалуйста Ну 2-3 раза в день По 1-3 стакана Он очищает Желудочно-кишечный Трак Вот эти все там Накапливаются Да у нас все эти плохие Там штуки И он все это очищает Поэтому его Периодически Надо пропивать Но что интересно Отвар Вы понимаете Отвар не портится Очень долго Долго Если Любое Растение Мы сделаем отвар Ну что День постоит И все же Правильно Вы сами знаете И трава Если еще допустим Траву не вытащить Отвар слили Еще тогда постоит А этот отвар Очень долго стоит Он может стоять Несколько дней И не портится То есть Это о чем говорит Что в нем Много Антимикробных Вот этих вот Свойств Микроби его Видите Не побеждает Он Отвар сделали И он стоит И он стоит И вы можете Неделю Ну неделю Ладно Не будем брать Но 3-4 дня Вы можете Пролечиться Именно этим отваром Вот Прочистили свой Желудочно-кишечный Трак Сделали перерыв А вот я вам покажу Вот усы у него Видите усы Да Вот усы Значит я сейчас скажу Когда растения С усами Становятся именно лечебными Когда усы Сами становятся полезными Когда у них Отрастет 9-12 суставчиков Они делятся на суставчиков Вот даже Полосочками Показаны суставчики Да И вон даже В журнале написано Не по нраву И не по вкусу Ваши твори Золотому вкусу Вот Много Очень много Болезней лечит И вот Когда 9-12 суставчиков Но они должны быть Вот эти усы Фиолетовыми Фиолетовыми Тогда он будет Сильно лечебный Но чтобы фиолетовыми Они стали Нужно поливать молочком Вот он что любит Молочко Коровье Да молочко Полили его И ждете Значит Ну он во первых Стоит на окне Чтоб свет был Обязательно И тогда уже Становятся Вот эти Значит И 9 получилось Ну хотя бы 9 Увидели Что звенья Выросло Вы берете И заливаете На пол литра Водки Это уже для лечения Каких-то болезней Это такой рецепт Да Вот Ну а листом Вот я уже сказала Это отвар делаем Да Можно так же Жевать прямо Эти листья Живьем жевать Можно так же Отвар делать Вот Пожалуйста Видите Сколько тоже болезней Лечит И лейкозы И астму Бронхиальную Бронхиальную Да И даже И даже Сахарный диабет Есть такой рецепт Но только все строго Нужно делать По рецепту Есть такой рецепт Который лечит Сахарный диабет От сахарного диабета Вы знаете Вот я сейчас Только назову Еще одно растение Очень мало Растений Которые Лечит сахарный диабет То есть снижает Сахар в крови А вот этот Вот пожалуйста Уз Он снижает Сахар в крови Вот Ну конечно Стараться тоже С ним Разговаривать Его любить Тогда он Цветы Все это чувствует Да Наберет Вот эту фиолетовую Именно фиолетовую силу Он должен набирать Ну и вот пожалуйста Горлышко заболело Вы возьмете Пожуйте эти листики Они не горькие Никак Вот Идейский лук Они не обжигают Мне это не очень приятный На вкус Так И еще у нас Одно растение Которое просто Тоже лечит Это у нас Традисканция Вот как раз Я о ней хочу сказать Что она-то И лечит Вернее Снижает Сахар в крови Знаете Традисканцию Она По Значит По стене Плетется Как сплетни Еще в деревне Называют Это сплетни Вот пожалуйста Традисканция Как сплетни Горшок повесили И она начинает Разрастаться Ну у нее тоже Разные виды Бывают Зебры зеленые Вот ее Покороче Листочки Потолще Но вот именно Полезно Вот это Вот которое Вниз Очень много Ветвей дает Да Лечит Парадонтоз И сахар Снижает в крови Парадонтоз Знаете Что такое Заболевание Десен Да Вот То есть Она опять же Снимает воспаление Да Потому что Парадонтоз Это тоже Появляется Воспаление Она его Снимает Вот Пожалуйста Ну Воспалительная Разная болезнь Сами знаете Горлышко Можно так же Отварчик сделать И значит Полечить Насморк Полечить Так же Раз противовоспалительный Если я говорю Противовоспалительные свойства Это значит Можно лечить И горло И насморк И другие Воспалительные процессы Потому что Я уже Всегда говорю На эфире Что любая Болезнь Начинается С воспаления С воспалительного процесса И если мы успеем Его Предотвратить Тогда болезнь У нас Не распространится По всему организму И в этом Нам помогают Не только таблетки Не только лекарства Но и наши Растения И природные И огородные И домашние Цветы Что можно делать Я тут по ходу Говорила уже Что можно делать Какие препараты Можно делать Из Вот этих Домашних цветов Значит Живьем Первое Можно листочки Жевать Можно делать Настойку Которую Сейчас вот Вы пробовали Да Настойку Можно листики Пожалуйста Отвары Да Можно Отвары делать Масло Можно делать Вот допустим Я говорила Что колонхоя Кровь останавливает Это я делала Масло Я сама убедилась Как оно сильно работает Оно кровь Моментально останавливает Вы понимаете А лучше подорожник Да Нет Ну подорожник Он кровь остановит Но не так сильно А вот это масло Колонхоя Я его сама готовила Ага И оно вот Но моментально Кровь останавливает Вот прямо Сильный кровь Вот был случай Такой Что порезали Рану Сделали Вот бывает Что помидоры Разбивают банки В банках Стеклянных Ну случайно И земля Попадает в эту рану Разбили банку Все Земля попала в рану Все этим маслом Быстро Быстро Остановить кровь И вот эту земельную инфекцию Оно снимет И махом заживет Вот эта рана Никакого Этого Нагноения Не будет Вы понимаете Какое сильное Тоже у нас Колонхоя Значит Масло Еще раз повторяю Живьем Есть Отвар Делать Настойку Делать Вот Ну что еще Ну вот разные препараты Как байкал Инфо Пожалуйста Вы даже запомнили Мне тоже оно нравится Название И вот разные Разные препараты Но Что я хочу сказать Нужно обязательно Делать все строго По рецепту Про любое растение Есть рецепты Написаны Есть сейчас книги Даже про домашнюю Вот у меня книгу Я тогда За ней сколько Как говорится Охотилась Все хотела Про сабельник Найти книгу Не получалось Потом я нашла Сразу про 4 сабельник Золотой уз Индийский лук В одной книге Все вот эти вот До того я обрадовалась Такой книге И там пожалуйста Вот это Индийский лук Вот я там вычитала Байкал инфо И мы даже делали А я вот почему еще Про индийский лук Самое главное не сказала Вы знаете Он притягивает Кровь Вот допустим Да Есть такая болезнь Страшная Вот я сейчас Может название Не скажу Когда сосуды у нас Засоряются Кровь не поступает И нога начинает болеть Даже бывает Что и отрезают ногу Гангрена начинается Облитирующий О Облитирующий Вот забыла Как он Облитирующий Да И вот этот вот Именно индийский лук Он притягивает кровь Вот к застоявшемуся Не проходит Не проходит кровь Не проходит через сосуд Сосуд захламлен Начинаете смазывать Им И видимо Вот Головная эта боль Тоже видимо По этому проходит Потому что Во-первых Он и боль снимает А во-вторых Он именно притягивает кровь Кровь подошла Боль уходит То есть Вот у него Такое свойство Индийского лука Это у нас Он к какой группе Относится Третий Да мы сказали Только лечат они У нас в гостях Галина Борисовна Пенигина Человек который знает О цветах Растениях Огородных О разных Разных Все И даже больше Спасибо Спасибо большое За внимание Я желаю всем Здоровья Здоровья И здоровья И весны быстро Чтоб пришла весна К нам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok